батарейка стояла свой час чуть больше часа и только сейчас заметил что запорол небольшой косяк глаз замыленный иногда ошибаюсь что там иногда очень часто ошибаюсь не внимательно смотрю в чем невнимательность обратил внимание сначала на дату 19 год именно с 19 года тюмень начала выдавать на гора кальциевые батареи но это батарейки у нас гибридная вот поэтому такие несрастухи у нас по напряжению поэтому батарея не разгоняется как хотелось бы и поэтому немножко у идет не так как должно быть вот таких батареях немножко попутал берега ну чтож фатального ничего не произошло фатальной ошибки нет батарея что гибрид что без разницы что кальций наша задача вывести ее до напряжение окончания заряда ну-ка у гибридной батареи напряжение окончания заряда намного меньше чем у кальциевой поэтому мы продолжим с ней работу и продолжим работу на тех же параметрах будем вытягивать напряжение окончания заряда у гибрида у гибридных батареек бывает выходит плотность и на 15-6 и но бывает разгоняются до 16 4 16 с половиной наша батарейка за счет того что она уже пропаренная что она уже в возрасте батарейка напомню 19 года прожаренная пропаренная поэтому разгона разгона мы не видим того который нам хотелось бы того разгона который нам хотелось бы увидеть так 16 и 1 16 2 до сейчас 16 1 так батарейка стоялась у нас практически полтора часа так примерно часок еще поработаем с батареей и буду собирать ручную кладь собирать манатки своей дергать сторону дома вроде в городе дороге начали чистить почистили сегодня поеду немножко побыстрее где-то 29 с половиной километров за один час когда мчану так этот клиент готов отключаем здесь с этой тюменью у меня был это последний дозаряд батарейка отстоится буду клиенту так много пизжу молоделую пойду прогуляю сделаю прогулку по территории гаражей в день у меня план минимум километр в основном стараюсь пройти два с половиной три километра вот такая лечебная ходьба немножко запустила это дело в связи с болезнью болит челюсть и на свежем воздухе долго не могу находиться бля чего жарусь то или хулера практически час отработали на таких уставках как видим напряжение а вы еще не видите сейчас увидите напряжение упала до 15 вольт 6 и 1 ампер потоку так давайте замерим температура как видим небольшой рост есть температуры облина так 25 градусов среднем отключаем зарядное устройство аккуратненько цепляем клеммы дабы не было искры чтобы у нас ничего не пиздят 0 так блядь темы риометр секундочку так давайте замерим плотность в паре банок так плотность мы видим уже двадцатку уверенную двадцатка здесь эти двадцатка так во во вторая это получается пятая баночка у нас 18 до 9 на 18 1 18 плотность растет потихонечку так там я предварительно вам раскрыл тайну про манатки сейчас я их начну собирать ну а наш захват и постоять всю ночь на буфель дабы не расслаблялся дабы был в тонусе так дабы был в тонусе подключаем зарядная она моментально сейчас перепрыгнет у нас лов несколько минут и будет в офе так ну давайте поставлю на паузу чтобы не удлинять ролик ролик у меня получится опять длинный при длинный вынужден сделать еще одно небольшое отступление и отступление будет вот по поводу того что зарекала свинья что в грязь не залезет опять пробежался впереди паровоза и не угадал это говорит это лишний раз говорит о том что подтверждает мнение о том что каждая батарея индивидуально и каждая батарея каждой батареи нужно найти свой подход и каждая батарея ведет себя по-разному это в тех случаях когда батареи были в эксплуатации когда они работали и все зависит от состояния обслуживания и от режимов эксплуатации поэтому смотрите прошло уже буквально минут наверное 10 как я поставил на фоксар а батарея начала принимать заряд то есть основной заряд мое предположение что до зарядами мы очистили дополнительно очистили поверхность пластин в результате этого батарейка опять начала принимать дозы нет ущерб своим сапогам скороходом потрачу еще немножко время время уже без воски 7 и дождемся когда у нас перейдет наш фоксар в режим of топ был вначале 41 ампер сейчас уже снизился за 3 3 4 ну чтож придется выкурить еще в одном уже две сигаретки и подождем оба три с половиной ампера и подождем твою маму подождем твою мать пока наш фоксар не перейдет в режим хотим сказать режим ожидания ожидания чего буферный режим давайте не будем удлинять ролик еще дальше еще длиннее и подождем время безуски 7 смотрите время уже 20 минут 8 ток у нас на отметке 3 1 ампера напряжение 14 6 больше не растет батарея на самом деле ведет себя не так как нам хотелось бы но у нее свои мысли на этот счет поэтому мы сделаем следующим углом давай давай сенсор не всегда срабатывает дает верный театр давай придержи ну вот перевел в режим мотоцикла и оставляем батарейку на вот таком маленьком токе до утра утром посмотрим что у нас из этого получится все таки я думаю что два варианта либо у нас очистилась часть пластин либо все таки появилась где-то перемычка которая закоротила одну из пластин поэтому появилась добавочное сопротивление и наша батарейка начала давать концы это нам будет понятно и ясно уже на утро пока кушать сильно хочется дергаю наш пересохший лосяр с утра встретил носов он сколько они боролись с фоксайром мы теперь конечно же не узнаем давайте отключим зарядное и сделаем несколько замерчиков температура 13 14 14 градусов на батарейке эти две вот этих крайних баночка баночек в двух крайних баночках замерим плотность так плотность у нас 121 и в крайне баночки которая слегка пережала вчера у нас ухты 123 123 123 так ну как вопрос конечно интересный давайте еще третью баночку замерим ухты как у нас все интересно интересно 125 чем дальше тем интересней так здесь у нас 124 баночка это не четвертая это у нас третья баночка баночка вот эта банка у нас сильно опережала 124 123 123 так у нас впереди паровоза бежит четвертая банкин до 125 отстающая шестая а нет не отстающая блядь совсем не отстающая 124 124 а что такое не прогрелся риометр что ли с утричка а вот эта баночка вторая у нас не вторая пятая отставала да так 1 1 23 нет ничего делать не будем продолжим работу и после очередного дозаряда возможно сделаю небольшую ротацию корректировочно так где мой постоянно от меня прячется вот он на месте оказалось наш тестер посмотрим динамику так мы видим 84 процента 506 амперчиков у нас на поверхности на поверхности пускового тока и ко мне приехали клиенты здравствуйте 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 были клиенты при приезжали так ну что цепляем крокодилы и аугаком саму или побултыхать наверное давайте побултыхаем болтыхать будем вот так вот так побултыхали температура 99 градусов это у нас кофе побултыхали включаем теперь вымпел скидываем на 3 ампера на 5 процентов и посмотрим какой сегодня у нас будет какое напряжение окончания заряда на 3 амперчиков будет сегодня пока он набирает свои обороты мы попьем кофе смысле мы государь блять аккумулятор сервиса давай вымпел к работой а я подогрею чебурек микроволновки и под кофе замолчу его буквально 16 минут прошло за это время как в армии успел купить кофе сожрать чебурек и как видим наш сахаты легко и просто преодолел 15 половиной вольт на 3 и 2 ампера выставлял 31 вымпел решил что надо слегка прибавить и на таблище на его видим 3 и 2 ампер по вчерашним наблюдениям у нас перемешивание идет даже при таком напряжении так как у нас твою дивизию гибридная батарея как я этого сразу не заметил и не заметила не обратил внимание невнимательность чушь и поэтому слегонца мы добавим наверное до трех с половиной ампер увеличим ток и будем на этих вставках работать до упора пока каких-то из предсказаний либо вымпела либо температуры ну а дальше вы сами знаете у нас не сойдутся в одну точку и на этом мы будем заканчивать до заряд так ну что работаем дальше потихонечку наше напряжение начинает снижаться и потихонечку делаем подбор до 15 6 вольт вот видим 15 6 продолжаем работу прошло 3 часа 6 минут после начала нашего сегодняшнего дозаряда и как видим подпор у нас дошел до 6 ампер подпирали подпирали старался держать напряжение 15 6 и у нас наметилась снижение напряжения на 0 2 вольта то есть она 0 2 вольта напряжение упало у нас конкретно так давайте замерим плотность в этих двух крайних баночках так самая крайняя у нас это 6 124 не помню говорил ли нет сделал корректировку в процессе работы небольшой реверанс значит вот с этой баночки отобрал электролит то есть заместил электролит в этих двух банках 6 5 в опережающей в отстающей но это было это часа полтора того назад так здесь у нас плотность 123 все-таки она еще отстает толку друзья с этого большого эффекта в процессе эксплуатации не будет будет кратковременный кратковременный эффект именно на момент заряда потому как деградацию те банки которые начали деградировать эту деградацию уже не остановишь так здесь мы видим 125 давайте про все по всем баночкам пролетим но в процессе заряда мы таким небольшим таким увеличением либо уменьшением электропроводности электролита за счет повышения либо уменьшения ее плотности сможем корректировать и выровнять но если банки начали деградировать 1.25 то процесс этот не остановить друзья так что 1.25 друзья 2 банка так 3 у нас 1.23 значит у нас отстающая 3 баночка 1.25 1.25 и 5 1.25 1.25 нет 124 так тогда мы сделаем еще небольшую рокировку перекинем с отстающих до состоящего опережающие а сопережающие зальем в отстающие такой небольшой реверанс но особой особого эффекта от этого не будет но по крайней мере на момент заряда забыли замерить температуру на момент заряда мы хотя бы кратковери кратковременный эффект кратковременного эффекта мы добьемся у 24 25 градусов батарея не разогрелась не прогрелась значит что сейчас как падение будет до 15 3 вольт то есть мы железных 02 увидим что на железных 02 вольта батарея просела и будем отключать зарядное устройство время так нам позволяет сделать еще один отстой и затем после отстоя возможно сегодня сделаем еще один дозаряд наша цель в данной ситуации выбить хотя бы плотность 126 127 с этой обслужившей батареи упираться рогом или рогами откуда у нас рога блять блять неудачное сравнение рубом будем так говорить рогами пусть барана упирается упираться рубом именно ставить перед собой не недостижимые цели как 128 129 нам в пятилетки в этой не стоит тем более в обслужившей отличный результат будет уже 126 плотность не нужно переживать что она замерзнет превратится в лед но батарея будет надеюсь будет крутящий и какой-то период возможно если она прослужит до следующей зимы то владельцу она позволит сэкономить какую-то определенную часть денежных средств для покупки например например у бананов детям там или я не знаю что носочков кусочков круга . всяко разные их можно использовать в другом направлении по другим назначением они на покупку не на замену батареи которая еще по идее может прослужить послужить прослужить дослужить и выслужиться так ну что а вот видим прыгает уже на 16 3 пока я здесь пиздобою поэтому нет не буду я делать корректировку не буду делать сейчас замещение потому что это пустое занятие она все придет обратно на свои места отключаем зарядник время 15 минут 3 сейчас надо закинуть что-нибудь себе в топку пока проходит отстои и часиков до 4 мы будем батарейку отстаивать пусть батарея отстоится посмотрим на ее состояние если что возможно сделаем замер конвей чтобы отследить динамику ну и будем принимать дальнейшие решения уже по чуточку а после время почти половина пятого и батарея у нас отстоялась три часа давайте начнем с плотности блин а его метр надо устроить помывку ему так первая баночка у нас 123 3123 пятая баночка 123 вторая пятая баночка 6 125 23 до заряд нам практически ничего чего сегодня не дал так здесь у нас тоже 3 123 по всем банкам пролетимся четвертая корректировка ничего я не делал так 123 122 небольшое падение плотности это связано с тем что батарейка прогрелась у нас так ну вот пятая вторая баночка 125 вот эта баночка у нас прет и прет так и первая баночка 123 так какая у нас самая отстающая сейчас вот это по-моему до 122 сейчас сделаю корректировку реверанс отсюда сюда отсюда сюда и продолжим работу небольшое замещение импортозамещение сделаем так корректировочку сделал толку друзья от этого мало только на время именно на время заряда так по сути вот эта вся плотность в тех банках она вернется обратно на круги своя потому как так 550 все верно чего верно так 86 процентов 513 у нас пусковой и 12 64 nrc nrc мне друзья совсем не нравится у батареи скорее всего появился саморазряд 537 сопротивление давайте еще сделаем еще один дозаряд сегодня и по всей видимости оставим ее опять на буфере только я вот не знаю будет у меня свободный аппарат или нет потому как еще стоят на прогреве на отогреве сегодня веселенький день так 12 6 nrc очень-очень-очень печально так начнем опять с 3 амперов и будем подпор делать но жевательно конечно эту батарею разогнать хотя бы до 16 вольт давайте начнем наверное сразу с 5 ампер у нас пусть будет покороче этот сеанс до заряда но он будет более продуктивной я надеюсь так что у нас температурой 20 21 градус так ну что продолжаем нашу лебединую песню для этого тюменского влася час 38 продлился еще один дозаряд давайте глянем на плотность роста плотности практически нет так 124 нет 125 в принципе чуть-чуть есть так и здесь 123 плотность стоит небольшой прогрев есть сегодня мерить ничего больше не будем собираемся домой также оставлю его на буфере моментально пишу лов на сегодня нам достаточно для кого-то ночь пролетела незаметно для меня она пролетела заметно всю ночь ворочался снились какие-то оси медведи и прочие животные которые связаны с аккумуляторами начнем давайте с плотности с утечка так блин вот не хочет расти наша плотность ни в какую это связано с тем что электролит разбит часть пластин она корродирована и все таки она забита продуктами которые из носа из носа пыльки так 123 проблема в том что мы не можем выйти на напряжение нормальное напряжение окончания заряда при котором идет кислота она есть и чуть-чуть скопления есть в самом низу болтыхать мы конечно же не будем потому как нам надо добить это не даст не добить смысле и не убить конкретно до конца а добить в принципе у нас вот попутность как видим 123124 выравнивание произошло он здесь тоже 123 практически по всем банкам так вот это вот маночка у нас сильно опережает посмотрим что в ней да в ней да сильно да не сильно 124 вот эта корректировка небольшая ротация электролита с баночки в банку она принесла какой-то результат здесь тоже 123 практически по всем банкам так давайте измерим что нам покажет наш конвей измерим так что у нас с температурой на аккумуляторе 10 градусов вопросы конечно возникают точно точно показывает пирометры не точно ну давайте сделаем следующее у меня висит там градусник и смерим посмотрим что на нем на нем 8 градусов так что так оно и есть у меня в гараже сейчас почему-то 8 градусов а нет не 8 10 9 будем считать что пирометр у нас показывает практически точно ну разбег в 1 2 градуса я считаю допустимым так ну значение стоят на месте подвижек на улучшение нет никаких нрc 13 51 при всем при том что фоксар буферном режиме держит 13 и 6 13 8 напряжение еще не успела у нас снизится ну что давайте начнем с этой батареи рабочее утро у меня начинается с отопления затопил печку и потом иду по порядочку с крайнего правого ряда и пошел-пошел подключать батарейки блин поменять надо этот крокодил но сегодня это сделаю так 13 4 и сейчас мы начнем разгонять прямо с утра с 6 ампер то есть мы пробуем пока батарея прославленная пока она готова готова раскрыться для достижения напряжения максимального напряжения окончания заряда попробуем это сделать прямо сейчас друзья изначально я с этой батареей не хотел работать потому что это во первых возраст батареи во вторых батарея обсохшая и с теми параметрами которые в дальнейшем все возможности с этой батареи что и будет саморазряд но по результатам работы нет неправильно я сказал почему я взялся потому что попросил клиента не каждый может себе позволить как я уже говорил об этом у нас в нашем обществе наверное если пять процентов успешных людей которые могут себе все позволить остальные у остальных свои проблемы которые решаются постепенно и бог даст если эта батарейка доработает до следующей зимы клиент у клиента будет возможность там поправить какие-то свои исправить проблемы и короче с утра башка не работает ну договорите за меня сами начинаем работу по нашему плану итак уставки те же 6 ампер и напряжение без ограничения жевательно разыграть разыграть блять так а теперь разыграем эту батарею разогнать эту батарею до 16 вольт если до 16 вольт мы ее разгоним и увидим плотность в 1.26 хотя бы то будем считать что мы с поставленной задачей справились батарея будет работать при условии ежедневной эксплуатации то есть клиенту поясню при каких условиях эта батарейка будет работать возможно нужно будет ее подзаряжать как видим на 6 ампер 16 а маме аллируя мамами отлично так немножко сбавим ток 16 вольт увидели для гибрида это минимальное значение при котором произойдет удаление оставшейся стратификации так но это батарейка пускай у нас продолжает свой путь к успеху а я займусь другими своими пациентами которые всю ночь дожидались когда я приеду и начну с ними общаться итак проработали 2 часа 20 минут с нашим восьм на 6 амперах напряжение сбросилась более чем на 0,5 вольта вот сейчас перепрыгнула на 15,4 то есть 0,5 вольта было снижение напряжения батарея при этом слегка прогревать у нас отключаем зарядник убираем крокодилы и давайте замерим плотность ролик получился длинный наверное по всей видимости раздроблю на несколько серий так что мы видим по плотности 1,25 1,25 1,25 друзья на этом месте работу с батареей следует прекратить батарейка у нас по сути дела крутящая и тот остаточный ресурс что в ней остался надеюсь он протянет до следующей зимы ну опять же повторюсь что неоднократно я это говорил что долгосрочных прогнозов я не делаю и не даю в этой батарее либо слабое НРЦ в районе 12,6 вольт либо это уже связано с тем что у батареи повышенный саморазряд но опять же повторюсь батарейка у нас крутящая и если она будет эксплуатироваться ежедневно то будем надеяться что она протянет до следующего отопительного сезона то есть до следующей зимы так что я еще хотел сделать минутку хотел я сделать некорректный замер давайте сделаем некорректный замер проблема в том что уже звонил владелец этой батареи температурит завтра надо ехать батарейка с 20 такого 3 с 25 числа находится у меня так сегодня у нас 28 так вне салона замер некорректный и возможно вот эти показатели которые мы сейчас увидим да они в принципе те же но после отстоя будем надеяться что показатели слегка улучшатся друзья я никого не призываю не агитирую работать по тем методам и прием что использую я в своей работе я всего лишь навсего показываю как я работаю показываю результаты но не агитирую за вот эти методы вы можете пользоваться другими способами поднятия плотности ну например взбалтывание кстати вот привезли два кабанчика любители сбалтать приедьте пожалуйста помогите я их даже заряжать не буду просто сбалтайте и отправим его в работу блядь за чем придумали этот электрод лиц непонятно возможно и нам вот этой хуевертень не стоило заниматься просто покачать побутыхать передернуть и отдать клиенту со спокойной душой и надо было так сделать но честно говоря руки болят суставы ломит и решил что все таки так вот по стоянке проверенным по своим методикам отработаю с этой батарейкой и со спокойной совестью отдам ее клиенту так ну что друзья на этом наше кино ВПП закончилось заканчивается хочу поблагодарить всех кто меня поддерживает кто пишет адекватные комментарии к моим роликам но хочу предупредить тех кто против не стоит вам писать свои отзывы что надо делать не так а надо делать так надо делать ну вот вам видать с вашего дивана в лучшем случае если он у вас есть или где вы там на полу лежите наверное видней но демонстрируйте свои методы и приемы не в комментариях а вот таким образом наглядно пошагово и постарайтесь доступно без наибона объяснить и показать друзья всем хочу пожелать добра удачи самое главное здоровья немножко начал очухиваться немного начал отходить от застудил я не знаю что там нерв или что там у меня застыло болеть нехорошо болеть неприятно болеть напряженно самое главное не болейте мирного неба над головой и берегите свои батарейки всем пока друзья вот вчера пришлось мне ускориться чтобы как бы дописать допинать ролик потому как позвонил клиент хозяин нашего лосяры и сказал что срочно нужна батарея я подъеду до 6 часов я ему сказал черным по-русски сказал что я работаю до 18 часов и если в указанное время вы не подъедете то в понедельник у меня выходной сегодня понедельник у меня выходной но работа непочатый край вот побалдел до обеда на своем диван кроватки время без 23 только что подъехал надо какую работу разгрести чтобы на завтра было меньше но у всех нормальных людей выходные суббота воскресенье только у домбоящеров и аккумуляторщиков выходной выходные по понедельникам но это небольшое отступление и когда смонтировал первую часть ролика просмотрел остатки всегда сладки то что и окончание ролика мне не понравилось то есть остались какие-то точки наде кое-какие непонятки потому что ролик добивался наскоряк и дабы этих точек не было мы их сейчас удалим постараемся вернее удалить все должно быть честно прозрачно и понятно для моих подписчиков обмануть подписчиков обмануть значит обмануть себя поэтому вот эту досмотрите эту дописку дописку нет дописку нет все-таки дописку постарайтесь наберите терпение до конца сейчас мы сделаем замеры батарейка отстоялась почти сутки и и это будет более-менее правдоподобно и как бы более-менее честно вот наш тюменский но владелец так и не подъехал вчера ну я не хатика чтобы его ждать когда он соизволится когда он соизволит подкатить поэтому все что не делается делается к лучшему и и у нас появилась возможность возможность дописать этот ролик более объективно и чтобы не было у нас каких-то недосказанных моментов так 550 ампер и смотрим что у нас на конвее ну видим 78 процентов по сравнению со вчерашним показателем СОХ у нас упал было по-моему 86 процентов насколько мне не изменяет память 486 ампер у нас пусковой ток сопротивление 5,89 вот это заветная надпись АКБ исправна и НРЦ у нас 12,60 друзья как я и говорил НРЦ как я и предполагал верней НРЦ на этой батарее будет слегка заниженная но НРЦ для старой потрёпанной батареи оно в пределах нормы батарейка у нас крутящая батарейка рабочая сколько она прослужит ещё раз говорю я не могу сказать это равносильно тому что прийти к врачу сдать анализы и потом у врача спросить доктор а сколько же я проживу это такой же механизм такой же элемент когда предположение предполагать нельзя и как обычно все клиенты мне задают вопрос сколько батарея протянет ни одному клиенту я ещё не сказал потому что я не ванга не провидец пытался записаться на шоу эстресенсов не взяли на ТНТ так замерять будем рефрактометром чтобы не было там каких-то иллюзий по поводу того что кручу верчу запутать хочу с этими поплывочными делами рефрактометр поверенный кстати по рефрактометру рефрактометр поверяется при температуре 20 градусов дистиллированной водичкой и выводится уровень если я это делаю для того чтобы не в первую очередь для себя для своей репутации так капелька расползлась ну теперь давайте попробуем поймать в прицел что у нас там показывает блять ага да что ты блять где этот глазок блять а вот камера так блять блять 1 27 так следующий заведующий надел мне трапочка сейчас надо протереть блять трети руки у меня нету поэтому сейчас поставлю на паузу так 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 ставим набираем электроплит капелюшку тудом тудой блять скатилась так давайте вот так вот поставим чтобы вот вот так вот чтобы капелька осталась на призме так ну-ка распределяйся молодец еще не настроился к новому телефону не подстроился вернее на десятки камеры были расположены по-другому так ну блять щи так ну зачем вам мои пальцы вам вот это вот надо так да что ты блять о да что ты блять ага так 1.25 1.25 банка ягодка опять так ну давайте еще одну баночку третью а получается четвертую измерим чтобы не вытягивать ролик ну что хочу сказать разнобой будет от разнобоя никуда не деться и как бы мы не корректировали электролит во время работы то есть переливы из баночки в баночку это только для того чтобы во время заряда так во время заряда это баночка отстающая она получила более полноценный заряд но так как деградация уже пошла от нее никуда не деться и вот это отставание оно будет продолжаться здесь мы видим также 1.27 у нас была вторая баночка пятая отстающая и по-моему блять уже не помню ну друзья приходится запоминать все баночки поэтому если ошибусь сильно не пинайте по-моему вот это вторая баночка но мерить не будем сделаем подведем итог в принципе работа не прошла у нас как бы даром татаром даром дам так это где у нас сейчас еще один замерзиваем а я тебя все равно сниму блять да да зашел председатель немножко отвлек мне что я хотел еще в конце нашего ролика показать давайте посмотрим на уровень уровень в этой баночке маловат а в принципе везде уровень практически одинаковый уровень маловат ну добавить добавлять ничего не буду потому как после работы после нашей основной работы если мы добавим сейчас водичку придется делать до заряд а его я категорически делать не хочу дабы у нас не пошла не пошел вторичный электролиз и не навредить батареи с клиентом дай бог он решит что я все-таки хатика и жду его возле его батарейки если он завтра появится у меня то предложу ему встретиться с этой батареи чтобы он привез эту батарейку еще весной и будем надеяться что мы с ней еще встретимся и посмотрим на ее дальнейшую судьбу ну вот как то так друзья так как то так и не иначе приглашаю любителей потрясти приезжать вчера еще кабанчиков подтащили будем трясти вы будете трясти я буду снимать новый ролик по новым методам заряда друзья еще раз повторюсь всем добра удачи и здоровья мирного неба над головой благополучия семейного и материального по пустякам не тратьте деньги на батарейки и можно слегка продлить жизнь не восстановить но продлить жизнь и за это время отложить накопить взять кредит на покупку новой батареи а в этом промежутке можно успешно условно поработать условно успешно да нет просто успешно поработать и заработать ну и самое главное друзья берегите свои батарейки всем пока 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 не не пока не пока